Ну вот, я почти раскрасила своего чучелка. Видите, получился такой интересненький. Пуговички я сделала голубенькие. Тут все-таки у меня получилось смешать, сделать коричневый. Вместо белого я использовала, у меня есть вот серебро. Вполне отлично подошло. Получается, вот какой цвет у меня был, вот этот вот оливковый, я просто еще и добавила немножко красного и светленького. И получился вот такой коричневый цвет. Я сделала, нарисовала солому, такими вот как травки. И черненькими сделала проплешинки, такие как полосочки. Окрасила ворон наших. Ну, я еще, нужно будет клювик сделать им другого оттенка. У меня еще просто не высохло. Так, вот по всему контуру я сделала тоненькой. Вот у меня очень тоненькая такая. Так, сейчас у меня немножко все в краске. Вот у меня очень-очень тоненькая эта однерочка. И то даже я ее немножечко подрезала, сделала еще тоньше. Она вообще очень-очень тоненькая. Тисточка. Причем, самое интересное, из-за того, что она у меня лежала в кружке с водой, она немножко загнулась. Кстати, это очень на пользу. Очень мне, в крайнем случае, удобнее так даже рисовать. Берем черную краску. Она у меня немножечко жидковатая. Ну, как раз для прорисовки вот этих вот тоненьких полосочек самотон. Так, набираем красочку на кончик. Немножечко ее обтираем. Так, ага, у меня немножко чем-то размахрилась она. Сейчас я ее скручу. Вот, сейчас скрутила. Если у вас немножко раскручивать, прям можно ручками прям ее скрутить. И начать рисовать. Так, ну вот я вот везде все вот эти контурки обвела. И мне еще нужно сделать... Так, сейчас я на картинку посмотрю, чтобы не забыть, что и как у меня. Мне нужно сделать еще такие элементы, как бы, как будто у меня заплатки. Все это на заплатках, как будто все это пришито. Вот я черными... Черным цветом делаю вот такие имитации ниточек этих. Не обязательно, конечно, прям делать... Ну что, что у меня так махрится-то? Не хочет только, что рисовала отлично. Почему-то решила... Раздваиваться. У меня там и так всего 2-3 волоска. Наносим буквально чуть-чуть на кончик. И вот таким образом делаем наши заплаточки. Я вот не знаю, в серединку сделать тени или нет. Я потом посмотрю. Или прям так вот беленькими оставлю. Но на картинке, в принципе, тут немножко тени сделаны. Но если я буду коричневым делать клювики, к ворон, то тогда я тут тени добавлю. Каким образом? Коричневый сделаю. Сильно-сильно разведу водой, чтобы у меня было прям вот... Еле-еле. И прям промокну салфеточкой вот эти вот краешки. И все. Так. Где у меня тут еще? Вот тут. Можно делать имитацию заплаточки такой. Прям полосочку. Если вы видите, что у вас краска прям вот... Кисточка забивается уже, обтерите об край. Баночки или что-то. Вот, вот, вот. Мухими сделали на этом. Потом немножко вот так вот. Было видно, что это шито. И вот где шито, как раз торчит сено. Вот заплаточки. Вообще, если когда наносите рисунок, основной контур, то кажется все так неаккуратно, как-то липовато, картинка не смотрится. Но, как только вы делаете вот этот контур, обводите, картинка сразу начинает играть. Так. И вот единственное, у меня на картинке вот тут еще должна была одна заплатка быть. Я почему-то ее закрасила. Ну ладно, пускай будет так. Тут я травку нарисовала. Точно так же вот это все нужно. Все-все-все детальки в картинке желательно обводить. И если вы где-то неровно сделали, вот этот вот контур, он очень хорошо сглаживает. В принципе, даже и без принципа, рисовать, вот для того, чтобы наносить вот такую роспись, рисунок на ткань или куда-либо, не обязательно уметь рисовать. Совершенно не обязательно. Главное уметь зарисовывать и проводить вот линии. Все. Вот у меня травка. Я туда покраю. Для того, чтобы было ровненько, аккуратненько. По краю. Веду просто черненьким. И даже та же травка начинает уже играть. Все аккуратно не смотрится. Вот на трикотаже все-таки очень тяжело рисовать. Краска плохо идет. На хб ткани, на шелке, на каких-то таких ровненьких. Будет, конечно, лучше. Ну и у меня, в принципе, эта вещь, такая старенькая. И материал все-таки такой, с неровностями. Ну, зато я теперь знаю, если уж у меня тут получилось, значит, точно получится на нормальной, хорошей ткани. Ну, в плане хорошей, в смысле новой ровненькой. Вот. Я практически почти все дорисовала. А нет, у меня тут еще осталось на и ухе. На картинке получаются такие завязочки. Это бечевка или что это? Вот так вот. Толстенькими ниточками. Немноженько, будто это перевязано. Вот. Теперь более-менее получилось, как на картинке смотрится. Вот видите, какой интересный получился у меня зайка-чучело. Ну, вот, доча заказала такую картинку. Захотелось я именно такую. Вот. Вот такого чучелка я нарисовала. Еще-то делаю немножко ворон и все. Еще, кстати, можно сделать... Так, сейчас мы тогда с вами это и сделаем. Можно сделать еще оттеночек по краям картинки. Для этого. Так, сейчас я... Вот, кстати, у меня вот то, что я тут делала, у меня получился цвет такой воды. Какой-то зеленовато, опять оливковый. Я эту как раз водичку и использую. Промокаю губочкой. Посмотрим, сколько у нас оттенок получится. И вокруг картинки. Так, ага, немножко бледноватый. Значит, мы сейчас вот эту водичку нанесем на называемую палитру нашу. Так, намного не надо. Делаем все-таки такой синий оттенок. Так, повторюсь, так как у меня нету белого я буду использовать серебристый. Делаю такой, чтобы был голубоватый оттенок. Ну, и пускай немножко как раз будет с блеском, даже интереснее. Вот у такого нежного, интересного цвета. Будет хорошо гармонировать как раз синим основным. Так, берем на губочку, набираем. И такими вот чпока еще наружениями. Немножко ярковато даже получилось. Жалко, нет билинг вообще-таки у меня. посильнее еще водой разведу. Вот такими чпокающими движениями не впритык делаем такие своеобразные полочка. тянем еще тут виску. Это вот у меня на поле стоит на поле голубого неба. и вот тут внизу. Будет так картинка будет смотреться интереснее. где-то пускай посильнее, где-то потемнее, посветлее. Нет, самое то. Вот. У меня получилась вот такая картинка. Мне, в принципе, очень даже понравился мой первый опыт. Очень все несложно. Так что советую приобретать такие краски по ткани. И наносите любой рисунок, какой вы хотите. Тут, конечно, но это как раз для подростков. Моей дочери 22 года. Но я все еще считаю подростков. Хотя она взрослый человек уже. Вот. для маленьких, конечно, детей такое пугало немножко страшноватенькое. А для подростков самое то. Можно подарить. Кстати, можно не обязательно на футболках, на какой-то одежде это все делать. Можно также сделать какой-то рисунок, сделать роспись и из этой ткани шить сумку. Тоже будет обалденно, великолепно и точно в единственном экземпляре нигде такого ни у кого не будет. Отличный подарок для кого-то и для себя любимым. Далее, что я сделаю? Я все это оставлю на ровно на сутки высыхать и только через сутки с обратной стороны я проглажу утюгом. Каким образом проглажу? Переверну наизнанку, вовнутрь выложу листочек, чтобы у меня картинка не соприкасалась с обратной стороной и в течение 2-3 минут прогладить горячим утюгом надо. Все это отлично закрепится. Ну и насколько знаю, я не знаю, попробую потом постирать стиральные машинки и на своем канале я читаюсь, потому что у меня получилось. но я думаю, на трикотаже навряд ли это все уберется, потому что все отлично впитывается и на хэбэ тканях тоже, хотя наносит такие рисунки и на джинсовую ткань и на какие-то другие более плотные можно на кожу нанести. Кстати, еще если будете наносить допустим на обувь, прогладить нет возможности, берете фен и на самой большой температуре прогреваете где-то в течение 10 минут. Точно так же через сутки после того, как все это высохло. Итак, у меня получилось вот такое чучелка. Мне нравится. Прикольно. Так, если будут какие-то вопросы по этому поводу, пишите в комментарии к этому видео. Буду отвечать. Опять же, где купить краски, вот мне завтра отправят, я сниму обязательно отчет о посылке, что у меня и как пришло. И затем я все-таки хочу позаниматься именно росписью, ну и вот делать такие интересные картинки. Мне нравится. Буду работать с такой техникой, с этими красочками. Ну все, я со всеми прощаюсь. Опять же, повторюсь, если будут какие-то вопросы, пишите. Конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне это будет очень приятно. до новых встреч. С вами была Елена Мирсанова. Всем пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...